Против Керниса возобновлено уголовное дело Украинская прокуратура возобновила дело против мэра Харькова Генеральная прокуратура Украины официально объявила, что подозревает мэра Харькова Геннадия Керниса в совершении ряда преступлений Об этом сообщает Укринформ Чиновнику инкриминируют статьи «Незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки и угроза убийством», передает лента.ру По данным прокуратуры, Кернис уже ознакомился с материалами дела В дальнейшем оно будет направлено в Высший специализированный суд Украины, который определит, где конкретно оно будет рассматриваться В Горсовете Харькова сообщили 4 марта, что Кернис находится на рабочем месте Представитель совета Юрий Сидоренко заявил, что мэр никуда не собирается уезжать Керниса, а также его охранников подозревают в похищении активистов Евромайдана в январе 2014 года Уголовное дело на него было заведено еще в конце февраля 2014 года, вскоре после смены власти на Украине В течение некоторого времени он находился под домашним арестом Позднее расследование было приостановлено, однако в начале августа стало известно, что его возобновили Собственно еще после смены Еремы на Шокина и начала кампании против регионалов Арест Ефремова, самоубийство Чичитова, было понятно, что и Керниса в покое не оставят Тем более, что на него точит зуб не только Шокин, но и министр МВД Аваков Недавний провокационный взрыв в Харькове, по мотивам которого свою порцию обвинений получил и Кернис Вполне обоснованно рассматривался как направленный в том числе и против Керниса, который расценивается как нелояльный Сам Кернис, несмотря на то, что сдал Хунти Харьков и прогнулся под Коломойского Суть есть классический прохвост приспособленец, который всегда стремится перебежать к победителю и вертится как флюгер на ветру Когда Кернис в марте понял, что с восстанием в Харькове не срастается Он быстро перекрасился и начал саботировать местное восстание, подыгрывая Хунти Люди Керниса сыграли не последнюю роль во время взятия Хунты Харьковской ОГО и казалось, что он может получить ярлык на княжение Но вражда Саваковым не дала Кернису на этот раз безболезненно сменить сторону Его по-прежнему подозревали в подыгрывании сепаратистам, не говоря уже о многочисленных обвинениях в коррупции, ворастве и злоупотреблении властью И даже весьма странное покушение, которое то ли было, то ли нет, никак не спасло Керниса от вопросов Сейчас при новом прокуроре Керниса попробуют свалить и поставить в Харькове более лольяного Хунти человека, который будет ей служить не из корыстного интереса как Кернис Усидит ли Кернис? Не исключено, его контакты с Коломойским, который давно фрондирует киевским властям, могут обеспечить Кернису определенную медийную и политическую поддержку Которая не даст просто так его упрятать в каталажку, как это было сделано с Ефремовым Хотя в случае если у Шокина есть карт-бланш от Порошенко, нельзя исключать, что на эту поддержку не посмотрят и Керниса за пруд, а в Харьков назначат нового гауляйтера, который должен более эффективно бороться с сепаратистскими веяниями и российским влиянием Мне в приниципе Керниса не жаль, этот человек предал тех харьковчан, которые весной прошлого года не побоялись выйти на улицы и сказать свое нет фашистской Хунти, которой Кернис прислуживает Харьковская Народная Республика, Хунта, Фашизм, Партия Регионов, Порошенко, Коломойский, Харьков, Терроризм, Кернис Leave a comment, read comments 244